СБЕР По мнению российского министра, деятельность Совета создает почву для устойчивого развития Баренцева региона. Он также отметил эффективное председательство в Совете Финляндии. «Россия будет делать акцент на развитие транспортной системы и защиту окружающей среды», — обозначил приоритетное направление деятельности Лавров. Атомный ледокол «Вайгач» проведет нидерландские танкеры в порт Сабетта. Танкеры войдут в акваторию Северного морского пути 8 ноября. Их проводкой до пункта назначения займется атомоход «Вайгач». В середине ноября «Вайгач» приступит к работе в Обской губе. Ледокол возьмет курс на Сабетту. Сопровождение танкеров станет последней проводкой летней осенней навигации этого года. В январе 2016-го «Вайгач» приступит к проводке судов с новопортовского месторождения. По состоянию на 14 октября по Северному морскому пути с запада на восток было проведено 15 судов, с востока на запад — 24. Атомные ледоколы «Россатомфлота» провели через льды 9 иностранных судов под флагами Нидерландов, Либерии, Гонконга, Антигуа и Барбуда. В 2016-м году в порт Сабетта с Северным морским путем пройдут суда из Азии. «Тоталь» снизит долю в своем самом старом проекте в России — разработке «Харьягинского месторождения» в Нинницком автономном округе. Как пишет коммерсант, компания передаст 20% из принадлежащих ей 40% «Харьяги» другому участнику проекта — государственной зарубежнефти, который сейчас принадлежит 20% в проекте. Сделка состоится на следующей неделе, при этом зарубежнефть станет оператором проекта. Остальные его участники — норвежская «Статойл» и Нинницкая нефтяная компания — сохранят свои доли. Извлекаемые запасы на «Харьяге» на конец прошлого года оценивались в 49 миллионов тонн нефти. Добыча составляет полтора миллиона тонн. Добыча ведется с 1999 года по соглашению о разделе продукции и в настоящее время снижается. Первоначально акционерами проекта были «Таталь», «Статойл» и Нинницкая нефтяная компания. В 2009 году в проект вошла за рубеж нефти за счет паритетного снижения долей французской и норвежской компаний. Командующий Северным флотом адмирал Владимир Королев проинспектировал самое северное подразделение противовоздушной обороны, расположенное на острове Земля Александры, и проверил условия, в которых проживают бойцы подразделения, а также ознакомился с ходом строительства военных объектов. По итогам проверки адмирал Королев заявил, что подразделение ПВО находится в состоянии боевой готовности и способно решать задачи по своему предназначению. В настоящее время на Земле Александры ведется строительство современной высокотехнологичной военной инфраструктуры для размещения разновидовых воинских подразделений. Они будут защищать национальные интересы России в самых северных районах Арктики. Строительство военных объектов на Земле Александры будет завершено предположительно в 2016 году. Атомный подводный ракетный крейсер «Юрий Долгорукий» завершил первую боевую службу подо льдами Арктики и вернулся на главную базу подводных сил Северного флота в Гаджиево. Головной ракетоносец «Проект 955 Борей» провел в автономном плавании более двух месяцев. На сегодняшний день Северный флот имеет богатейший опыт арктических походов и подлюдных плаваний, которые используются при подготовке экипажа Бореев. Головной стратегический атомный подводный крейсер «Юрий Долгорукий» «Проект 955 Борей» вооружен ракетным комплексом «Д-30» с межконтинентальными баллистическими ракетами морского базирования «Булава». Также атомоход располагает торпедными аппаратами, которые позволяют запускать торпеды различных типов, крылатые ракеты и ставить морские мины. Северный морской путь может полностью оттаять к концу нынешнего века. Причина заключается в глобальном потеплении. В случае, если прогноз сбудется, это грозит опасностью судоходства, заявил директор Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института Владимир Крупчатников. В агрессивном сценарии Северный морской путь открывается, но тут появляются экстремально опасные явления погоды, так называемые полярные циклоны, которые крайне разрушительны и для судоходства, и для инфраструктур, которые разбиваются на шельфе. Такие сценарии есть, и они считаются правдоподобными, цитирует Крупчатникова ТАСС. «В результате влияния полярных циклонов сибирские зимы станут еще холоднее», уточнил ученый. Специалисты сделали такой прогноз с помощью математического моделирования. На сегодняшний день ученые 20 стран представили свои модели изменения климата. При этом модель, разработанная Сибирским институтом, не столь радикальна. «В настоящее время в Арктике происходит ускоренное потепление», отметил Крупчатников. «Есть две области интенсивного потепления в мире – это полярные зоны Арктика и Антарктика, и верхняя тропосфера в тропиках, которые, конечно, меняют циркуляцию в атмосфере», сказал директор института. Он напомнил, что согласно одному из возможных сценариев изменения климата, к концу нынешнего века средняя температура на планете повысится на 5 градусов. Однако, по мнению ученого, этого можно избежать, если ввести хозяйственную деятельность более ответственно и сократить объем выбросов парникового газа. Согласно представленной российскими специалистами модели изменения климата, заметного зимнего потепления в России не будет, в отличие от летнего. Особенно почувствуют летние потепления жители северных широт. Северо-западной части страны потеплеет наиболее заметно – до 4 градусов. Губернатор Ямала-Ненецкого автономного округа Дмитрий Копылкин вновь возглавил рейтинг глав российских регионов, составленный Фондом развития гражданского общества. Первое место глава Ямала разделила с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым. Методика рейтинга построена на основе пяти тематических моделей. Первый базовый модуль объединяет социологические исследования Фонда общественное мнение и экспертные оценки. Второй основан на данных Федеральной службы государственной статистики России. В третьем модуле оцениваются показатели социального самочувствия регионов России. Четвертый основан на оценке экономической ситуации в субъектах. Наконец, в пятом модуле анализируется медиа-составляющая деятельности глав регионов. Высокий рейтинг эффективности главы Ямала эксперты объясняют в первую очередь тем, что стратегически значимые для округа и всей России промышленные и инфраструктурные проекты, инициированные и лоббируемые Дмитрием Кобылкиным, поступательно реализуются и имеют поддержку Федерального центра и крупных компаний. Социальная ситуация в регионе также сохраняет стабильность. По последним данным, полученным социологами, губернаторы Ямала доверяют 85% жителей региона. Острова Гукера, Рудольфа, Хейса и земля Александры, архитолога земля Франца Иосифа, станут площадками для экспозиции Музея освоения Арктики советского периода. По словам научного сотрудника Национального парка «Русская Арктика» Евгения Ермолова, привлечением экспертов международного уровня разработана концепция создания музея. Она предполагает размещение экспозиции под открытым небом на четырех островах архипелага, где сохранились исторические свидетельства беспримерного освоения человеком высоких широт. Предполагается музеификация существующего ландшафта с сохранением исторических объектов, зданий, сооружений полярных станций, образцов техники. Процесс создания музея займет несколько лет. Мы ограничены климатом, а работать в Арктике можно только с июля по сентябрь. К тому же здесь все делается силами сотрудников нацпарка, отметил ученый. Формирование музейных экспозиций началось в 2012 году, когда началась масштабная уборка арктической территории от скопившегося техногенного мусора.